Здравствуйте всем! Мы сейчас находимся на трассе Одесса-Николаев. Отсюда мы ведем прямую трансляцию. Здесь 27 декабря, фактически 9 часов вечера. Здесь очень сложные погодные условия создали затор на дороге. Как рассказали нам сотрудники МЧС, здесь машины стояли на обочине и по всей дороге фактически в 4 ряда, начиная... Какая сложная трансляция началась. Сейчас в состоянии на 20 часов 50 минут в одну сторону уже расчистили дорогу. И поэтому в сторону Одессы поток транспорта пошел. Игорь, где там Наташа? Молодец, она конечно. Молодец, Клава. Смотрим. Он может сейчас работать в социальных сетях. Я уже ее веду. Слава, привет! Ты можешь кинуть социальные деньги в нашу прямую трансляцию? Я уже веду прямую трансляцию. Я уже веду прямую трансляцию. Я уже веду. Вам ходили, да. И... Дозвони на трансляцию. Я не могу к ней дозвониться. А вот... Если есть возможность... Потому что я уже веду прямую трансляцию. Может, вам ходили? Угу. Ну все, давай! Вот такое состояние дороги, начиная от поворота на развилки на город Южный и на Новониколаевскую трассу. И, как говорили сотрудники МЧС, фактически до Кашан вот такое состояние. Сейчас мне уже удалось расчистить. С одной стороны удалось расчистить. И поток транспорта в сторону Одессы пошел уже. Сюда подъехал рейдер где-то два часа назад. Здравствуйте! Мы ведем прямую трансляцию в интернет. Долго вы здесь стоите? Вас, правда, не видно, но слышно. Ну, примерно где-то около часа. Около часа вы здесь стоите. Ну, говорят, что еще днем здесь был затор. Да, была авария. Авария была. Две фуры столкнулись? Да, так говорят. Угу. Быстро приехали? Да, в канарейке приехали. А какие службы вообще приезжали сюда? Не знаю, я же подъехал. МЧС не проходил и где канарейки. Ну, реагируют нормально службы? Отлично. Да? Это хорошо. Да. Спасибо. Вы на Николаев едете? На Коблево. А, на Коблево. Понятно. Спасибо вам большое. Сейчас нам водитель рассказывает о том, что он сначала стоит. И претензий к работе у него нет. Потому что подъехали сюда и грейдер, который расчищал дорогу. Здесь работают сотрудники МЧС. Точно работают сотрудники МЧС города Южного. Наверняка работают и из Коминтерновского района. Но без тяжелого транспорта обойти здесь, конечно, нельзя. Потому что очень сильно замело дорогу. Здравствуйте. Здравствуйте. Это прямая трансляция в интернет. Скажите, пожалуйста, долго здесь стоите? Ну, мы, например, стоим недолго. 40 минут. Только при этом. Один человек стоит. Пять часов. Он с той стороны. Вот стоял, перекрывал. Мужчина. Не ГАИ. Перекрыл. Здесь, конечно. И вот он уехал. А сотрудники ГАИ? Их не было? Они уехали туда. Их не было. МЧС только пошел. Вот их следы можете. Сбоку посмотрите. Ага. А МЧС? Где? Нету никого. Ну, мы с МЧСниками приехали. Они уже... Ну, они вон сзади. А что, пока пробку не разгребут, никто туда не доберется. Ну, там авария, говорят. И там, вы же ехали. Видели? Тоже авария. Два километра. По Новониколаевской? Мы по Старой Николаевской ехали. И там тоже на Новониколаевской трассе, да? Тоже авария. Тоже пуры или... Нет, нет. Там три легковых. Три влезалось. Раскрутило трубку. Ничего себе. А они... Вот такие погодные условия. Почему решили ехать? Потому что Новый год домой надо. Вы сидели и завтра никто не разгребет. Это точно. Тут на два дня снег обещают. Ага. Понятно. На Укранавту проезжали? Нет еще. Она впереди. Она впереди Укранавта. А вот я вижу указатель заправки. Да. Вот. Спасибо вам большое. Не за что. Вот так мы... Вот такое состояние дороги сейчас. Посмотрите. Фактически ничего не видно. Мы когда ехали с Южного в эту сторону. И чтобы не потеряться, так сказать, на дороге. Нас очень спасали встречные автомобили. Они освещали нам дорогу. Нам просто повезло. Потому что мы ехали как раз в тот период времени. Когда... Когда рассчитали уже эту сторону дороги. На Одессу. И автомобили уже поехали в сторону Южного. Сейчас очень много автомобилей в сторону Ново-Николаевской трассе. В сторону Одессы. Но как водитель сказал, один из водителей, что там уже три автомобиля столкнулись. Поэтому как будет ситуация на дороге неизвестно. Вот стоит автомобиль МЧС. Также мы видели, как работает грейдер. Он ездит, расчищает дорогу. Здесь МЧС. Ага. Это Южницкая. Это наша МЧС. Вот здесь. МЧС наши. Проехал даже пассажирский автобус уже. Один из водителей рассказал, что люди здесь стояли пять часов в этом заторе. А затор был в четыре ряда. Вот такая ситуация. Здравствуйте. Как ситуация на дороге? Здравствуйте. Видно, конечно. Как это смешно. На дороге? Да. Не подумайте, что это шло. Не, на букву Х, но не подумайте, что это шло. Это понятно. Вы здесь будете дежурить сегодня? Здесь на дороге? Мы здесь будем оказывать помощь людям, которые нуждаются в нас. Потому что мы все-таки нужда спасения. А какую помощь оказывают сотрудники МЧС вот в такую погоду? Значит, мы можем вывести тепло питье, подать, снизить забранки и забрали машины. Будет нужный план. Мы их можем сделать. И так же можем помочь им подвергнуть машины, которые там съехали дороги. Это оставит людей в теплые населенные пункты. А если обогреть, это вы каким образом сможете? Чай у вас есть в машине? В машине нет. Но если это в такой степени будет дешевая пробка, то мы вынуждены поехать в часть. Здесь заправят нашу термозаву, если находится сам и лучший термозаву. Приготовить чай. Пункт обогрева можете поставить? Приготовить пункт обогрева. Ага. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Напоминаю тем, кто нас смотрел с самого начала и тем, кто сейчас к нам присоединился, что мы находимся на трассе Одесса-Николаев. Здесь в течение пяти часов иду, в течение пяти часов была перекрыта дорога. Водители ругаются очень. Сейчас мы с вами будем в машине ехать, потому что поедем немножечко дальше. Сейчас временно перекрыли дорогу для того, чтобы мы вместе с сотрудниками МЧС проехали в другую сторону пробки. Вот сейчас мы находимся возле заправки Укрнафты. Это Сакара? Нет, это Укрнафта. Мы Сакару уже проехали. Вот пробка, она начинается от заправки фактически Сакара. И вот мы проезжаем заправку Укрнафта и она еще тянется. Пробка из машин. Такая ситуация сложилась в результате того, что столкнулись два грузовых автомобиля, две грузовые машины, две фуры. И сначала сотрудники МЧС хотели, пытались их вытащить, но не удалось. Пришлось ждать тяжелый транспорт и поэтому немножко затянулось спасение. И это усложнило ситуацию на дороге. Потом подъезжал Грейдер, мы видели, он расчистил дорогу в одну сторону. Вот мы видим, в принципе, проехать можно. Вот два ряда сейчас стоят автомобили здесь. Они все направляются. Один из автомобилистов решил выехать. И теперь у нас вот такая ситуация. Очень нервничает водитель, судя по всему, потому что, как рассказывали мне водители, что эта пробка уже в течение пяти часов. Поэтому, а как раз этот водитель, он наверняка как раз около пяти часов стоит. В 31-й за нами идет? А, что-то знаю, там два идет. Там же просто ехать. Треничный косель. Вот сейчас. Ну, мы обижали, наверное. Вот мы видим сотрудников ГАИ, которые находятся сейчас на дороге. Мы с МЧС. Вот это же мы. Тут начальник впереди. Водители думают, что они могут проехать, поэтому едут в сторону Одессы. Сейчас движется транспорт. У нас пропадает связь, связь пропадает. Все, возвращаемся. У меня на телефоне уже 48% заряда, потому что очень холодно, батарея садится быстро. Поэтому, кроме того, я не знаю, как у нас... Не слышу, не слышу, не слышу. Поэтому мы будем стримить до тех пор, пока у нас не сядет батарея. Я думаю, что с полчасика, наверное, у нас есть, для того, чтобы показать, какова ситуация сейчас на дороге. Подобной ситуации не было много лет, мне кажется. С нами сейчас... Мы находимся... Впереди машины. Ага. Начальник МЧС. Впереди машины. Потому что здесь нужно останавливать водителей. Водители. Боже, это собачка. Собачка тут. Бедненькая. Тут еще столько машин. Она увязалась сейчас за Сергеем Владимировичем. Ой, за Сергеем Владимировичем. Вот здесь вот такая ситуация. Мы сейчас доехали до развилки на Кошары. Мы едем в автомобили с сотрудниками... Блокпост, да? Да, здесь блокпост должен быть. С сотрудниками МЧС. Саша, скажи, когда-нибудь была у нас такая ситуация? 2006-2005 год. 2005-2006 год, да? Дня на три это было. Дня на три? Подобное на... 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 На этом самом... Я говорю, Валя, я туда еще не дошел. Здравствуйте. Здрасте. Ой-ой-ой. Нам не будет подсаживаться еще один сотрудник МЧС. Ай-ой-ой. Мне будет... Ой, Андрей Петрович, это вы? Это я, да. Андрей. Валя, еще раз, что ты хочешь? Валя, на Николаев стоят все машины. Начиная от Сакара. А в сторону Одессы машины движутся по чуть-чуть. Сейчас в Коблево перекрыта будет трасса. Уже перекрыта. Машины она одет. Упускать не будут, пока мы не перевернем эту фуру. С ТИСа едет большой трактор Вольво. Вот она, первая. С ТИСа! Едет трактор Вольво. Так, чтобы он в нем забыл, чтобы он вернулся задом. Да, с Одессы на Николаев не идут. Да, в Коблево перекрывает трассу. Да. Пока мы эту фуру не вытащим. Не знаю, Валя, не знаю. Дойду в машину и потом наберу. Не, я буду на Москву. Давай. Ну, пока здесь нормально. Андрей Петрович. Я. Здравствуйте. И вам. Да. У нас прямая трансляция. Отлично. Ну, справа, ничего не видно. Да, у нас ничего не видно, видите, вот такой вот экранчик. Темень беспросветная, но зато мы здесь. Но зато слышно. Да, зато. Ты можешь включить себе лампу, здесь есть такая штука. А куда нажать? Вот, видишь вспышка? Ну, она посадит камеру. Конечно, посадит. Нет, давай не будем временно. Ну, может быть, включить, а потом выключить.